Согрела тренировка, а я здесь врячу. Работаем? Денис Глушаков, Арсен Захарян. Каково их состояние и состояние других ребят? Никто не получил травму за минувший день? Арсен и Денис сделали упражнения. Сейчас посмотрим, как нагрузка подействовала. Нормально они восприняли или нет, и будем решать уже. Тесты на физическую готовность пришли? Мы не делаем тесты на физическую готовность. То, что вы говорили вчера. Крови пришли, да. Есть игроки, особенно те, кто играл много в последние игры в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Кто где. Перегруз есть небольшой, но за эти дни восстановится. Игнатов и Бажанов сегодня были с командой? То же самое для того, что никто не знает, за ними не смотрел. Вопрос был также, чтобы снизить нагрузку для тех, кто получил много игровой практики. Чеки и Джеки, и Кузяев. Не дайте им отдохнуть. Вы мне сказали, что Джеки и Кузяев. Я правильно понимаю, что Джеки и Кузяев те футболисты, которые перегружены? По тем тестам. Даже без тестов было все понятно. Те минуты, которые они сыграли за последние две недели, просто по минутам те матчи и сколько минут они сыграли, это было понятно. Тот же Сутормин, то же самое. Уточните, Душаков и Захарян сегодня тренировались полностью всю тренировку? Да. Ну, как бы не полностью нагрузку получали, но всю тренировку в общей группе были, да. Валерий Юрьевич, вчера Дзюба в теннис играл, вроде в форме неплохой, говорит, что кайфует от футбола. Почему он это делает не в сборной? У него спросите, ко мне какие вопросы. У вас нет сомнения в том, что его форма не такая плохая, как он вам сказал? Может быть, он немножко лукавит? Может быть, и что? И? Ко мне-то какие вопросы? Вы ему задаете вопросы? Но просто вы испытываете серьезные трудности, проблемы. Что мне сделать? Может быть, еще раз к нему обратиться? Зачем? Я вчера вам сказал, что никого уговаривать, чтобы играли в сборную, никого мы не будем. Ничего непонятного. Вам не кажется так со стороны, что он просто ждет вашего провала, чтобы потом вернуться в сборную на белом коне? Еще раз. Вчера про это говорили, мне ничего не кажется. Если вам что-то кажется, вы говорите, пишите. Валерий Георгиевич, сегодня чуть призакрыли, скажем так. Ну, точнее, в обычное русло вернули тренировку для журналистов 15 минут открытых. Вы с папочкой вышли. Я вчера с папочкой был. Все не заметили. Не было. Смотрел только пресс-конференцию. Окей. Но тем не менее, к тому, что получилось и сегодня у игроков впитать то, что вы хотели до них донести. Потому что мы пытаемся максимум информации впитать как губки и потом все это выплеснуть на футбольном поле. Вы довольны тем, как усваивается информация перед игроком? Да, но я бы и на том сборе, по-моему, не знаю, не помню, говорил или нет, но на том сборе тоже в сентябре говорил про то, что чувствуется не только на поле, что у футболистов есть мастерство. Это чувствуется и по интеллекту. То есть игроки сборной, они, соответственно, и по интеллекту должны превосходить, наверное, игроков, которые пока не в сборной. Поэтому впитывают, правда, за одну тренировку, за одну теорию впитывают столько информации, сколько там, ну, опять же, если говорить про Ростов, то в Ростове на это уходило там неделю-две. Здесь за одну тренировку они все схватывают на лету, что радует. А если понятно, что у вас, грубо говоря, нет, условно говоря, все, кто сейчас на сборе, они все потенциальные игроки стартового состава, но есть какой-то скелет для состава или нет? Вы определились с ним? Да, определился, конечно. Можете назвать твой имя? Нет, конечно. Ну, это 5, 7, 10, 15 человек. Сколько? Нет, скелет 15, это уже не скелет, это уже практически пол-полтора скелета 15 человек. Так, примерно человек 7-8, да? Олег Игоревич, какие особенности выделили у сборной Словакии? Чем надо быть готовым? Ко всему надо быть готовым, естественно, да, посмотрели, проанализировали, да, есть и хорошие футболисты чисто индивидуально, какие-то особенности командные выделять бы я сейчас не стал, то, что опасно на стандартах. Все сейчас знают, так что ничего нового здесь не откроем. Добротная, добротная, хорошая команда. Надо сказать, что что-то сверхъестественное, наверное, тоже нет, но хорошая, добротная. Прошла информация о том, что Миранчуком недовольны в Аталанты и Лагадзеда написала о том, что, вероятно, его будут или отдавать в аренду, или продавать. Вы не говорили с ним, поскольку практикуете индивидуальные беседы, о том, что ему дальше делать? В каком состоянии вы его нашли сейчас? Нет, по этому поводу мы не говорили, говорили на другие темы. То, что нам нужно в сборной, про тему Аталанта конкретно не говорили, да, говорили про его игровое время. Ну, именно конкретно в этом ключе, то, что вы говорите, что возможно, или аренда, или другой клуб будет, про это мы не говорили, понятно, что он хочет играть. Будет возможно, ну, это мое личное мнение, хотя я ему еще об этом не говорил, что если не важно где, главное играть. Бакаев был довызван, вчера был вопрос или нет, вы и так впечатлились с тем, как он провел последние две игры? Да нет, Ионов получил травму. С заменой по позиции вы рассматриваете. Вчера вы сказали о том, что ход Пряткина давно пора. Насколько давно было пора? С учетом того, что вы голосовали за него как за президента? Я голосовал? Когда? Когда в Спартаке был? Это какой год? 2011. Ну, здорово. Сколько лет прошло? Ну, вот я спрашиваю. Ну, 10. То есть, тогда он вас удовлетворял? Тогда, может быть, удовлетворил, хотя меня удовлетворяют другие вещи, а не Пряткин. Давайте еще. В Инстаграме вы сделали пост, который меня задел. На честный разговор без прикрас. Только к этим парням случаются все остальные интервью не очень-то и честные. Ну, посмотрим, какие там будут интервью. Ну, что ли, без нечестные интервью. Сейчас вы немножко лукавите, когда говорите. Я всегда лукавлю. И там тоже. То есть, там мы ожидаем какого интервью? Такого же, как и сейчас. Лукавого. Меня зацепил вас плейлист. Сделаем небольшое промо РФС. И несколько шуток болельщиков о том, что песня «Просто уйди» это такой подкол Дзюбя. И? Подкол ли это Дзюбя? Без понятия. Тогда что за намек песня «Все мимо» или «Все мимо»? Не знаю. Это кому? Это всем. Все мимо. Ну, ты что, это нападающим сборной России? Это вообще не про нападающих, не про футболистов, а вообще не про спорт. Так-то песня-то вообще-то. Я так понимаю, что это про любовь вообще, нет? Ну, честно говоря. Девушка влюбилась в кого-то, в какого-то мужчину, и все остальные все мимо. Так что зачем связывай в футбол? Так же, как и «Просто уйди». Новое шоу для РФС. Валерий Карпин расшифровывает песни. Еще вопрос? Да, угадаю с трех минут. Еще? Валерий Карпин, вы заходили, отогревали руки. Как вообще футболисты вот этот перепад? По сути, еще вчера была хорошая теплая погода, еще лето такое баби. Сейчас уже наступает порядочная зима в ближайшие дни. Как вот этот переход с плюса на около ноль будет на здоровье? Я так подозреваю, что как каждый год ничего нового. Каждый год у нас переходим с плюса на минус. Футболисты сегодня, вы заметили, они даже, наверное, не заметили этого перехода. Так что бегали и потели. Когда стоишь, ну да, зябко. Вы вчера к нам приходили, сегодня пришли, завтра пресс-конференция. Это ваше решение так часто общаться с прессой? И с чем оно связано? Ну что значит, будешь ходить общаться? Да, с кем? Ну я не пробую. Всю ночь мое. Я прям рвусь. Нет, может вас пресс-служба просит. Ну нет, заставить меня, наверное, никто не может, кроме официальных вещей каких-то. То есть ходите, общаемся. Я не против. Великолепная практика, молодцы пресс-службы. Я не знаю, чем они вызваны. А пресс-служба здесь при чем? Да. По поводу лидерства в сборной капитана. Есть мнение о том, что у вас капитаны так часто меняются? Просто потому, что футболисты одинаковые. Нет среди них лидера. Вот был Дзюба лидер, а сейчас Дзюбы нет. Нет лидера, который может держать команду. Но все футболисты одинаковые. Нет среди них лидера, нет футболиста, который выделяется с точки зрения уровня мастерства. Есть лидеры и с точки зрения мастерства, и с точки зрения держать, как вы говорите, кого-то куда-то. Ну, Джекия, например. Например. Джекия держит команду. Например, да. Что значит держать команду? Там все друг друга держат. Вы были хорошим футболистом, что значит держать команду? Как Анопха держал команду? Вы сами рассказываете, ходил по номерам, говорил о том, чтобы не играли в СИКу. В СИКу никогда не играли. В Бридж. В чем заключается лидерство GK? Во всем. В разговорах, в подсказе. Во всем абсолютно. Практика, когда вы не называете состав, с чем она вызована? Вы не хотите раскрывать карты? Еще раз, в смысле? Ну, просто назвали бы состав. Зачем? Дали бы нам информацию. Зачем? Ну, как зачем? Ну, узнали бы Словакий информацию. Зачем нам надо? Ну, они могут и дать. Ну, пускай дают. Им нравится, пускай дают. Я бы с удовольствием узнал бы их состав. Что ваше говорит разведка? Вы знаете их состав? Нет. Нет, не знаю. Давайте несколько последних. Я правильно понимаю, что вы будете играть три центральных защитника в матче с Словакией и особенно выездная игра со Словенией? Нет. Неправильно понимаете. А какого соперника вы котируете выше? Словакию или Словению? На данный момент, наверное, Словению, потому что мы играем на выезде. Только за это. Агаларов, вы делились впечатлениями на пресс-конференции. Ну, тогда это были впечатления просто когда вы смотрите с трибуны или по телевидению. Сейчас вы поработали с ним. Как говорят, тренеры пощупали. Чем хорош Агаларов? Хорошей своей подвижностью, настырностью, жаждой, так скажем, борьбы. Да, наверное, наверное, то есть, опять же, еще, можно сказать, там, полторы тренировки, если это тренировками можно назвать, провели. Возможно, да, мастерства. В смысле сказать, что мастеровитый футболист, наверное, пока нельзя еще, да, но все остальное есть. И скорость, и желание, и, ну, определенное мастерство тоже, естественно, конечно, есть. С Чистяковым вы работали в Ростове. Есть изменения по сравнению с тем, каким он был у вас и каким стал у вас? Ну, я думаю, что более, наверное, уверенным в себе только в этом, наверное, изменении там. Физически всегда был в порядке. Технически, там, сказать, что намного прибавил, ну, в таком возрасте, наверное, редко кто прибавляет намного. То есть, ну, вот, то, что появилась уверенность еще больше, наверное, в собственных силах и даже в работе с мячом, это да. Сейчас был Антон Заболовный, он говорил о том, что это европейский птиц с точки зрения интенсивности прессинга. Как вы чувствуете, команда готова выполнять то, что вы хотите? Потому что по первому матчу было такое чувство, что не все могут делать то, чего вы требуете. Готовы они физически, ментально? Ментально сто процентов да. Физически, насколько, насколько по времени вот этот вопрос. Так же, как он и был, начиная с первого матча с Хорватией. Так же и сегодня, там, ответа у меня нет на на сколько минут хватит сил для такого прессинга. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.